Первое задание у нас будет моделировать различного рода орудия, то есть мы будем моделировать пропсы для игр. Можно выбрать какой-нибудь меч, клинок, рюкзак. Все, что относится к игровому моделированию, это могут быть различные пропсы. Сейчас я еще покажу примеры. Вот тоже очень интересный артефакт. То есть вы подбираете reference и так же, как мы делали, например, с кухней, вы полностью моделируете, текстурируете. И единственное, что орудие мы рендерить не будем. Мы его будем закидывать в Sketchfab, то есть мы научимся, как экспортировать различные программы, как использовать форматы FBX. И смотрите, в чем отличие от обычного моделирования, именно моделирование для игровых предметов. Это то, что у нас сама модель, она low-poly, но тем не менее она выглядит очень детализированно. Если выбрать, например, финальный рендер, то мы видим здесь очень много деталей, сколов и так далее. На самом деле это все создается благодаря текстурам. И вот эти, например, различные вмятины и сколы, они создаются в ZBrush, а потом перекидываются на текстуру в качестве нормали, там, displacement map, roughness map. То есть на самом деле моделируют сначала low-poly версию, потом ее закидывают в ZBrush, добавляют различных деталей, ее делают прям супер такой детализированной, потертой, там, зависит от жанра игры. Дальше из high-poly модели делают transfer map в normal map. То есть все вот эти детали, они уходят у нас, если даже мы сейчас посмотрим, карта roughness, emission, ну, даже base color. То есть здесь мы можем увидеть то, что все детали, они нарисованы в текстуре. И именно чтобы вот так вот текстура выглядела классно и детализировано, используют различные редакторы для создания hand-paint текстур. То есть мы будем использовать либо 3D-code, либо Substance Painter. Мы начнем это делать через неделю, то есть, соответственно, до конца аттестации у нас будет около 30 дней, и реального периода, в принципе, достаточно по этим программам. Пока ее не скачиваете, не устанавливаете, то есть как мы только заканчиваем с моделированием, мы начнем текстурировать какое-либо орудие, которое сейчас выберем. И будем учиться именно рисовать такие текстуры, рисовать потертости, рисовать тени. Если будет возможность, мы также сможем посмотреть, как делать детали в ZBrush. Но сегодня мы начнем с того, что мы сделаем базовую форму какого-нибудь предмета. Где можно искать референсы? Референсы можно находить на Sketchfab, но использовать готовую модель со Sketchfab нельзя. То есть, это будет считаться плагиатом. Вы можете взять за основу, то есть, сделать какой-нибудь скриншот какого-либо орудия, которое вам понравится, или орудия из игры, которое вам нравится. Использовать как референс можно, воссоздать можно, но скачивать готовое нельзя. То есть, вы должны научиться сами моделировать. Это касается первого задания. Второе задание по второй аттестации будет сделать игровую локацию. Вот здесь есть небольшой пример. То есть, что подразумевается под локацией? Это может быть какой-то небольшой домик, небольшой островок. А самое главное, что он тоже должен быть стилизованный, то есть, под какую-либо игровую тематику. То есть, здесь вы тоже уже делаете более большой предмет, какая-то локация, и также рисуете текстуры. То есть, этим мы и будем заниматься на второй аттестации. Если посмотреть внимательнее, то у нас орудие будет весить 10 баллов, но оно должно быть очень классно сделано. То есть, 5 баллов за моделинг и 5 баллов за handpaint текстуру. То есть, текстура будет содержать в себе также еще PBR направление. То есть, это Physical Place Rendering. Помимо того, что мы нарисуем какие-нибудь там материалы, мы будем использовать 3D-код. То есть, из 3D-кода мы будем экспортировать различные карты текстур. То есть, если здесь посмотреть, то есть отдельный металлик, отдельный roughness map, отдельный normal map. Вот, кстати, normal map. Можно здесь посмотреть. То есть, все вот эти различные текстуры мы научимся создавать с помощью приложений 3D-код, либо Substance Painter. И также будем учиться делать трансфер из low-poly модели, из high-poly модели в low-poly модели. Как это сделано, например, на подобных примерах. Если вот сейчас посмотреть модель, то сама модель, она очень low-poly, но когда мы включаем и видим, она выглядит очень реалистично. Для чего это делается? В играх очень мало ресурсов, особенно если это мобильные игры. И там экономят буквально на всем, на каждом полигоне. И зачастую основная задача моделингов – это создавать игровые предметы, которые будут в дальнейшем экспортироваться в игровые движки и использоваться, то есть в каких-либо играх. И чтобы научиться создавать такие предметы, нужно обладать техниками low-poly моделинга и очень хорошо знать текстурирование. То есть для того, чтобы ваши модели выглядели очень классно, несмотря на то, что у вас буквально здесь 59 тысяч полигонов. Но это достаточно много. Сейчас проверим. Так, скорее всего, вот такая модель не подходит под игры, потому что здесь необъяснимо много полигонов, и это будут лишние ресурсы потреблять игры. То есть такие модели обычно не принимаются. Если посмотреть на другие предметы, то вот здесь очень мало полигонов, то есть тысяча полигонов, тот же нож. И, в принципе, он выглядит хорошо за счет того, что у него прорисованы детали в текстуре. Так, это первое наше задание. И второе задание у нас игровая локация, то есть там будет тоже очень много интересных деталей. Часть с моделингом будет весить 8 баллов, часть с текстурингом будет 8 баллов, и экспорт в игровой движок у нас будет 4 балла. То есть, соответственно, какую-нибудь такую игровую локацию мы будем экспортировать уже либо уже не в Sketchfab, а уже в Unity. То есть, в принципе, мы научимся настраивать какой-нибудь простой левел в Unity. Соответственно, у нас вся вторая тестация будет посвящена игровому моделингу. Я надеюсь, будет интересно. То есть сейчас ваша задача выбрать какой-нибудь референс, где можно смотреть референсы. Можно брать со Sketchfab, но, соответственно, скачивать, как я уже сказала, нельзя готовые модели. Можно там выставить какой-нибудь ракурс, сделать скриншот и использовать в качестве референса. Следующий сайт — это ArtStation. ArtStation — это вообще кладезь вдохновения именно с точки зрения 3D-артистов и гейм-артистов. То есть здесь можно находить вдохновение для создания различных... Так, сейчас я зайду в свой аккаунт. Отсюда тоже можно брать референсы. Отсюда тоже можно брать референсы. То есть здесь могут быть как нарисованные какие-то концепты для орудия, так и уже смоделированные кем-то. То есть тут вы можете тоже поискать. Можно искать в ArtStation. То есть у меня здесь уже есть сохраненная какая-то коллекция. А можно также еще на главной странице из вот этого выбранного списка можно найти GameProps. Также можно еще гуглить там GameWeapon и так далее. Также вы можете использовать... попробовать смоделировать предмет из вашей любимой игры. Но единственное, что это не должно быть вот таким простым предметом типа бочки, у которой очень мало деталей, неинтересная текстура. Это как минимум должен быть игровой предмет, в котором интересная форма, сложная форма и интересный покрас. То есть чтобы вы смогли научиться делать так же. Например, вот такое орудие, конечно, очень сложно. То есть такой вариант пропсов в принципе можно попробовать, но это будет сложно реализовать. Поэтому оценивайте свои силы и не берите слишком сложные предметы. Но на самом деле сама модель, она не сложная. Если посмотреть, здесь очень лоу-польная. Но детали, они получаются прорисованы уже в текстуре. Можно даже иногда посмотреть, на чем было сделано. То есть здесь смоделировано в 3D Max и использована Substance 3D Painter. А рендер в Marmoset Toolbag. То есть для игрового моделирования в основном используют для покраски Substance Painter. Тут тоже можно посмотреть. Сделано было на блендере. Детали прорисованы в ZBrush. Рендеринг сделан в Marmoset. То есть вот такой финальный лук картинки. И покрашено в Substance Painter. То есть вот такие предметы очень тоже классно. Можно попробовать сделать. Так. И я тоже буду вам показывать, как это делать. Прямо на лекции. Можно выбрать какой-нибудь предмет. То есть вы можете проголосовать за какой предмет, который я буду показывать. И мы попробуем это повторить. Здесь даже детальный показ. Позапрошлых годов я сейчас покажу, что мы делали. Мы делали, получается, вот такой меч. И на YouTube где-то сохранены туториалы. То есть в принципе они в открытом доступе. Если вам интересно или если у вас похожий будет props, то вы также можете смотреть записи с прошлых лет. То есть какого результата мы добились за, по-моему, три лекции. Может быть, четыре. По-моему, три. То есть получается мы прошли от референса до финальной картинки. А референс можно посмотреть здесь. То есть это был оригинальный меч. Когда вы будете публиковать где-то в скетчфабе, то обязательно указать автора. То есть автора концепт, который вы использовали. Это такая негласная этика у художников, у 3D-артистов. То есть копировать чужие работы в принципе нельзя. Но если вы указываете, что это стадия арт, и вы использовали, за основу убрали чей-то концепт, и указали автор, то это не возбраняется. Можно выкладывать. И, соответственно, тоже продавать чьи-то работы, то есть копированные, тоже нельзя. Так. Вот это тоже очень красивая работа. Можно выбрать для показа ее или... Сейчас покажу. Вот этот топор мы уже делали в прошлом году, но там мы не дошли до конца. То есть с точки зрения показа он... В целом модель закончена, но покрас я не закончила. Записи уроков тоже есть, как его моделировать. Могу скинуть, кому интересно. Тут тоже очень интересно с точки зрения покраса. Тут их даже очень много. Но я думаю, можно взять какой-нибудь вот такой кинжал. Я закрою лишнее. Можно попробовать сделать даже такой кинжал. Ну и, по-моему, у меня уже из сохраненного не так много. То есть вы можете помимо кинжалов и орудий выбирать еще какие-нибудь вот такие интересные предметы. Так. Ну вот этот интересный предмет. Вот этот слишком простой. Это тоже просто. Вот это можно взять. И также я еще увидела, у меня здесь был, по-моему, рюкзак. Тоже интересная модель. Так. Это тоже относится к игровым пропсам. Кому интересно, вы можете попробовать сделать что-то подобное. То есть тут очень много классных деталей. И здесь очень красиво проработаны текстуры. То есть это полностью такой стилизованный объект. Для тех, кто умеет рисовать, можете брать такого рода предметы. Как создавать такие текстуры, мы тоже будем учиться на уроках. В целом здесь используется hand-painted техника. И если посмотреть, то все вот эти складочки, они нарисованы прямо на текстуре. 3D-код позволяет вам закидывать 3D-модель прямо к себе в редактор и прямо по модели рисовать, как будто вы в фотошопе. То есть, по сути, это редактор, позволяющий рисовать прямо на 3D-объектах. Это тоже очень интересная тема, и мы ее будем проходить. Так, это касательно первого задания. То есть вы выбираете свой референс. Референсов искать можно на Sketchfab, как я уже сказала, и на ArtStation. Так, и сейчас, то есть вы можете повлиять на вход наших уроков и проголосовать, какую модель мы будем делать с вами на лекции. То есть на выбор у нас вот такое оружие. Такой кинжал. Это у нас будет третий. Так, этот мне не нравится. Этот тоже скучный. И этот четвертый будет референс. То есть первый, второй, третий и четвертый. Какой вам больше нравится? Какой бы хотелось посмотреть, как я делаю? Четвертый? Четвертый, да? Это получается посох такой магический. Мне здесь нравится, что очень много таких классных деталей, тонкие формы. Вот здесь перышко красиво будет. Вот это значит. Окей, проголосовали. Будем справляться. Я сейчас сделаю скриншот для референсов. Я постараюсь его поставить ровно. Сейчас, может быть, если я обновлю, будет удобнее. И так, ну, повернуть я уже его не смогу. Вот, ну, я постараюсь его сделать главно прямо, чтобы он стоял во Front View. И сейчас сделаю принтскрин. И можно в фотошопе его немного развернуть, чтобы он был вертикальным. О..... Отехорослись. Так, сейчас его немного выровняем, и в целом можно использовать. Сохраняем как JPEG и будем использовать как имидж. Как я уже забыла? Так, окей, открываем маню и начнем моделировать. Сначала, как и в принципе мы начинали с кухни, мы делаем из простых форм, просто блокинг основных деталей. Только после этого, когда у вас будет основная форма, вы можете уже начинать детализировать. Но здесь мы будем еще для этого блокинга использовать моделинг прям по референсу. То есть мы сейчас начнем прорабатывать детали с помощью экструда и двигать вертексы. То есть, несмотря на то, что у нас достаточно сложная модель, ее можно сделать с помощью экструда. Так, зайду в сайт-вью. Добавлю имидж плейн. Так, отодвинем его немного назад. И для начала я добавлю, скорее всего, какой-нибудь куб. И начнем делать нашу верхнюю часть. Нижнюю часть я буду делать с помощью цилиндра экструд по керфу. И остальное тоже можно делать из цилиндров. Так, двигаем в другую сторону, чтобы у меня было видно хорошо на референсе. Референс, точнее, имидж плейн можно добавить в пустой слой и сделать невыделяемым. То есть поставить иконочку R, чтобы у нас ничего не мешалось. Теперь у меня здесь создан квадрат. Почему я использую куб? Потому что у него есть уже толщина. И с помощью этого куба мы сейчас будем обрисовывать через экструд вот эту форму, получается, серпа. Для того, чтобы видно было у нас и референс, и куб, я включаю режим X-Ray. И теперь, если я даже поставлю сюда куб и начну его скейлить, у меня уже появляется такая форма. Сначала я буду грубо повторять очертания этой формы. Мне теперь нужно выделить крайний фейс. Толщину ему можно пока оставить, его можно потом отредактировать. В принципе, можно сделать такой толщины и выделяем прям боковой фейс. Здесь он будет выглядеть как одна полосочка, но здесь мы видим, что это боковой фейс. И теперь я буду дальше через экструд этого бокового фейса повторять эту форму. Можно тоже самое делать через плей и также его экструдить. То есть сейчас наша задача просто вот так вот его обвести с помощью полигонов. Кто-то рисует через Create Polygons, кто-то рисует через Plane. В целом, несколько подходов верны. То есть самая главная задача – это нарисовать четырехугольные полигоны по нашему референсу. И чтобы они были немного с толщиной. Выделяю я drag-and-drop, то есть я не рекликаю по одному вертексу, потому что у меня здесь есть толщина. И если сдвигать только один вертекс, то в режиме перспектива у нас модель может сломаться. То есть уйти в другую сторону этот уголочек. То есть мы работаем прям синхронно, выделяя с двух сторон всю модель. И обрисовываем прям все наши детали. Опять в режиме фейсов, экструд. Экструд я один и тот же фейс с одной стороны, поэтому у меня сохраняется его выделение. И я каждый раз через перспектив его не выделяю. Самое главное – нужно следить еще за направлением ваших эджей, чтобы они тоже держали форму и были примерно равномерные. Не слишком часто и не слишком много. То есть дальше через смуз можно добавлять детали. То есть сейчас задача просто обвести полигонами весь наш референс конкретно вот такую деталь. Если у вас, например, клинок, вы таким образом делаете клинок. Рукоятка – это в основном используем цилиндр и цилиндром также обводим. То есть, по сути, сейчас сохранюсь, используем простые формы и создаем из них сложные. В режиме фейсов. Натерялось у меня выделение. Опять выделяем тот же фейс и двигаем через экструд еще одно деление. Тут можно ставить такой четырехугольник пока. Теперь то же самое делаем в другую сторону. Смотрите, я ввела прям всю форму. Дальше я добавлю еще один insert.look tool тут. И уже могу делать и дальше вот тут. И буду делать заострение. В целом, то есть сначала мы даже не вдаемся в такие формальности. То есть у нас это просто такой кусочек серфа. И дальше из него уже можно будет прорабатывать еще детали в острие, там широкую часть. Продолжаем дальше экструд. Тут тоже стараюсь все делать примерно одинаковой площади отсеки. Продолжаем. Мы экструдим не edge, а прям face для того, чтобы у нас еще вот здесь вот в режиме perspective view оставалась форма. То есть была толщина, была и левая, и правая сторона. То есть чтобы это все сохранялось. Поэтому мы экструдим прям через режим фейсов, и чтобы у нас был выделен вот этот фейс толщины. Продолжаем. 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 и здесь также мы делаем такой четырехугольный фейс в конце вот у нас получилась такая вот форма если мы сейчас гладим то у нас тоже есть некий серп возвращаемся в режим единицы дальше что мы с этим серпом сделаем мы можем сразу же добавить здесь мультикаты то есть по самым таким местам которые у нас выделяются почти идеально встали наши дополнительные мультикаты то есть по вот этим линиям там где у вас например не сильно я встала ровно то вы можете подвинуть через вертексы тут у нас спрятана за деталью но в целом мы здесь видим это все так же продолжается важно еще держать линии edge лучше прямыми чтобы они где-то вот так вот не сгибались это так как у нас слоу поле форма каждый фейс нужно располагать правильно потому что вот эти все хоть их и немного но они все формируют форму и поэтому топологию надо держать прям аккуратно так и здесь мы тоже стараемся их соединить так окей это мы сделали следующее мы сделаем мы сейчас выделяем вот эти вот фейсы наши и вот так вот сужаем за счет того что мы добавили наши вот эти вот edge у нас внутри остались детали к тому же мы их сейчас можем сделать харден edge так мышь дисплей харден edge и мы увидим что у нас получилась вот такая деталь есть какое-то острие в целом у нас сейчас по моему по скейлу надо будет сделать его поуже но в целом острие формируется таким образом то есть одну из сторон мы делаем прям очень узкой но не сильно можно сделать даже так можно сюда добавить еще один мультикат ровно по центру и именно этот edge который центральным можно сделать через скейл и это добавит прям острость вашему предмету но тоже можно сделать харден edge вот у нас получилась вот такая форма так и с центральным пиджем а здесь он у меня наоборот вошел внутрь поэтому мы его сейчас поправим здесь нужно будет выделить только внутренние edge без без круга выделить один через двойной клик другой и у меня выделились только внутренние edge и теперь их можно со скейлить в центр вот так но тоже совсем немного некоторые вертексы надо будет вручную поправлять уже в режиме перспектива чтобы у нас здесь появлялся такой острый край и уголочек так вот эти тоже подвинем и у нас появляется вот так такая форма но и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как соединяются детали... Какая там ручка... Если мы видим даже одну картинку... В принципе, можно понять... Если она состоит из цилиндров... Значит, она полукруглая... Значит, она со всех ракурсов полукруглая... И в нее вставляется меч... В принципе, можно додуматься... Как это крепится... Если где-то совсем непонятно... Можно самим придумать, как это соединять... То есть, здесь прям... Не обязательно, чтобы прям один в один... Было все как на референсе... То есть, если посмотрим... Вот эта часть у нас состоит из... Тоже, в принципе, кубических форм... И она обладает толщиной... И в нее прям помещается... Вот этот сероп... Она уже, в свою очередь, садится на полукруг... Из которого выходят еще вот такие детали... И плюс еще этот полукруг... Соединен с посохом из дерева... Который свит друг с другом... В принципе, деталей очень много интересных... И я думаю, мы на следующей лекции... Еще продолжим это все моделировать... Сейчас сделаем основные блокинги... То есть, вот этих всех деталей... Следующие мы также будем делать из куба... Добавим куб... Да... Так... Его можно даже развернуть на 45 градусов... По ширине посмотрим... Думаю, вот это можно еще сделать шире... Вот это чуть-чуть уже... То есть, оно выходит у нас за рамки... Но в него погружается... Дальше мы начинаем уже через вертексы... Кстати, те детали, которые вы смоделировали... Вы можете их либо прятать... Либо использовать слои... И на них добавлять... То есть, чтобы их уже нельзя было выделить... Но они оставались... Чтобы вы их видели... Но они вам не мешали моделировать другие предметы... То есть, развивать по слоям тоже удобно... Если, например, хотите назад их редактировать... Убирайте отсюда галочку... И вы опять можете его выделять и редактировать... По сути, у нас получился такой квадрат... На который мы еще должны добавлять... Его разделить еще на части... По сути, он весь треугольный... И надо подумать, как его красиво разделить... Добавив с одной стороны мультикат... Надо повторять так же с другой... Либо мы потом можем дублировать и делать симметрию... Кстати, можно было сделать даже не через мультикаты... А через экструд... Там у нас в центре еще один квадрат есть... И я хочу вот этот весь фейс передний заэкструдить... И у нас получается здесь вот... Те же самые мультикаты получились... Но топология теперь не треугольная... А четырехугольниками... То есть, иногда нужно прям продумывать... Как у вас будет работать деталь... Смотрите, здесь очень сложно повторить опять на этой стороне... Поэтому я сейчас сделаю только половину... Добавляем insert-ish loop tool... Ровно разделив эту фигуру пополам... То есть, один division... И вторую половину мы потом просто сдублируем... Я пока сейчас сосредоточусь на передней части... Как только я ее проработаю... Мы сдублируем... Детали... Так... Теперь можно опять посмотреть на референсе... У нас здесь треугольник уходит вперед... Сначала сдвигаем его... А потом можно добавить мультикаты... И их тоже выдвинуть вперед... Так... Здесь уже, ну, к сожалению, останутся треугольники... В целом, это не страшно... Так... Отсюда же у нас получается... Давайте опять посмотрим, как у нас идут детали... В целом, прямо отсюда же идет экструдь... Вот этой сложной детали... Потом еще внутри появляется... Давайте это тоже попробуем сделать... Для этого нам нужно добавить еще subdivision... В целом, в принципе, треугольник можно добавить и в конце... Кстати, если вы хотите удалять какие-то edges... Всегда делайте через deleteEdge, чтобы не оставалось пустых вертексов... Так... Сейчас... Я сначала добавлю мультикаты, пока у нас нет треугольников... Здесь... Здесь примерно... Здесь... 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 Можно иногда добавлять, если какая-то деталь у вас появляется, можно посередине добавлять мультикат и делать вот такое выравнивание. Так, здесь мы пошире возьмем вот эту часть. Следующее. Опять выделяем эти фейсы и опять их экструдим. Вот здесь тоже очень интересный момент. Тут у нас появляется угол и вот этот поворот. Чтобы у нас вертексы не слипались, можно вот этот вертекс чуть-чуть приподнять вот так. Заодно появляется вот такая форма, и мы повторяем ее дальше. В целом я здесь, наверное, возьму по широкой части, отсюда потом добавлю деталь, и у нас появится... Здесь же тоже идет такое заострение, как Bevel. Поэтому я обрисую пока по широкой части. Так, еще выделяем. Так. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для игровых моделей это окей, если какая-то часть входит в другую, то есть там особо не парятся над тем, что делать выемки для них, углубления, чтобы эти детали матчились. То есть если она заходит внутрь, то ничего, то есть просто две части соединяете и окей, нормально. То есть здесь не так критично прям прорабатывать топологию с точки зрения соединения вот этих деталей. Но с точки зрения других деталей, например, по визуальной части, нужно проработать, особенно текстуры. То есть здесь уже совершенно цели другие у моделей, поэтому можно так их соединять. Продолжение следует... 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 Чтобы наглядно было, я сейчас лучше выйду вот в этот режим. То есть видите, у нас получился вот такой разворот, как если бы мы экструдили внутрь. То есть дорисовав вот здесь, еще раз покажу, чтобы было наглядно, в таких моделях очень часто используется разворот edge loop, то есть чтобы не проходило по остальной модели вот эти дополнительные наши фейсы, чтобы она не резала там, где не нужно, потому что если мы будем сглаживать, это сразу видно на модели, делается вот такой разворот. Вот, то есть я добавила один мультикат сюда, то есть по кругу, и сейчас удалю вот эти edges, которые у нас по бокам, их удалю, и теперь у меня вот этот edge loop, который мы добавляли, они закрываются вот в такой круг, разворачиваются, и не идут уже на остальные другие. Так, и здесь очень надо аккуратно все это удалять, удалять только то, что нам не понадобится, только вот эти части, а также выделять тоже внимательно, чтобы другие не выделились. Ну и плюс я насчет этой части пока не парюсь, потому что я просто половину удалю, в принципе, ее можно уже сейчас половинку удалить, мы потом просто сдублируем эту часть. Так, и в целом здесь уголок надо тоже проработать, потому что уголок у нас здесь надо их тоже развернуть. Тоже добавляем мультикат, и добавляем вот сюда в уголочке, получается, дополнительные мультикаты. Эти уголочки буду держать. Так, ну здесь я не попала, нужно. Так, и вот этот получается edge pages. Можем удалить. Да, и вот здесь у нас получается четырехугольники. Раз четырехугольник, два через трехугольник. Вот эту часть тоже можно удалить. Вот эту тоже. Только удаляйте через delete edge. А вот эти верхние нам тоже уже не нужны. И у нас вот здесь сформировался такой угол более острый. То есть в целом у нас все идет аккуратненько. Вот эту часть мы теперь будем заужать. Так, еще можно это посмотреть, как сделано здесь. Здесь у нас получается не совсем правильно получилось. Ну, если бы мы делали острие ножа, было бы удобно. То есть выделили вот эти части, вытащили вперед, и у нас появилась бы деталь. А здесь наоборот, у меня из этой детали идут. То есть, по сути, это, если посмотреть, он у нас снаружи, вот этот кусочек появляется. То есть вот эту часть надо было просто сдвигать, а вот эту сузить. В принципе, нам вот эта часть не нужна. А мы можем удалить эти edges. Как создали, так и удалили. И теперь вот эти вертексы я просто буду... Передние, здесь уже не по кругу, а вот так вот буду выносить вот в эту сторону. Так, тут уже надо смотреть с двух ракурсов. Да, давайте, конечно. После Дрейка продолжим. Останавливайся, как раз. Останавливайся, как раз. ك Продолжение следует...